Конные наряды привлечены к патрулированию лесоохранных зон в Алматинской области. Из-за беспечного обращения с огнем зарегистрировано больше 400 случаев возгорания сухого травостоя. Большая часть пожаров произошла в момент отдыха жителей на природе. Тем самым в период чрезвычайного положения спецслужбы усилили контроль лесостепных массивов на территории ЖТСУСКОГО края. Карантин не стал помехой для любителей отдыха на свежем воздухе. Социальные сети буквально пестрят фотографиями и видео с маёвок. Это говорит о том, что люди всё ещё не осознали всю серьёзность ситуации. Этой семье, к примеру, за скромный отдых на луне природы придётся заплатить солидный штраф за нарушение режима карантина. Совместно со службами ДЧС на ежедневной основе проводятся рейды. Действительно, с наступлением весны людей на отдых выезжать стало очень много. Но не стоит забывать, что правила для всех едины. И в период ЧП все должны оставаться дома. Ослабление карантина не говорит о том, что теперь всё вернулось в привычное русло. Рейды службы ДЧС дают свои плоды. С начала введения режима карантина к административной ответственности привлечено 15 жителей области. Большинство устраивали массовые гуляния на природе. Аналогичные рейды будут проводиться на постоянной основе. И в этой связи просим граждан соблюдать все меры безопасности. В период карантина, согласно постановлению главного санитарного врача области, в настоящее время выходы в природу, в лесные массивы категорически запрещаются. Также конные патрули дежурят и на блокпостах региона. В основном кавалеристы пресекают попытки пересечь границу Алматинской области в обход полицейских кордонов. Тимур Адельханов, Арлан Абзельбаев, телеканал Алматы, Талдыкурган.